Брать на работу по знакомству и звонку запретил президент Казахстана. По словам Касан Жумар Токаева, такие факты необходимо не просто пресекать и подвергать критическому анализу, но и выносить на суд общественности. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками молодежного кадрового резерва. 55 человек, которые прошли серьезный отбор, уже трудоустроены. Примерно столько же найдут работу до конца года. О планах резервистов в сюжете Ирина Панфиловой. Этих молодых людей уже можно назвать успешными. Именно им улыбнулась удача, а теперь они в президентском молодежном кадровом резерве. Кто знает, возможно, когда-то кто-то из них будет напрямую работать и с главой государства. А пока это первая встреча с президентом. На нее резервисты приехали из разных уголков Казахстана. Я рассматриваю вас, участников президентского кадрового резерва, как плеяду патриотов страны, которые поднимут нашу страну на новые высоты. Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления страны. Нам предстоит много работать, чтобы сделать нашу страну процветающей и успешной. Самодовольству не должно быть места. Мы должны стать трудолюбивой нацией. Резервисты утверждают, они готовы. На встрече с президентом молодежь делилась впечатлениями о том, как за эти месяцы изменилась их жизнь. Рассказывала о профессиональных планах. До преподательской деятельности я много лет работал на госслужбе. Не на руководящих должностях, конечно, на более нижестоящих. А сейчас этот кадровый резерв мне позволяет именно проявить себя, поработать, так скажем, на благо государства уже на более высоких позициях. Сейчас я перехожу работать в Министерстве национальной экономики, в Департамент социальной политики. То есть я думаю, что те знания, которые у меня есть, я как раз и постараюсь максимально использовать. А кто-то на встречу с президентом привез собственные идеи и размышления о том, как сделать жизнь в Казахстане лучше. PHD, кандидат Национального института политических исследований Японии Зульфия Сулейменова озвучила инициативы, которые помогут решить вопрос дефицита водных ресурсов в Казахстане. Нужно сократить водоемкость экономики. Мы производим товары, на изготовление которых затрачивается огромное количество воды. Предлагаю усилить меры по предотвращению загрязнения подземных вод. По словам Зульфии, по некоторым оценкам, через 10 лет речной сток Казахстана уменьшится почти на треть. При этом из-за засухи наша республика ежегодно теряет порядка 93 миллиардов тенге. Касым Жумар-Тукаев инициативу резервистки поддержал. Мы, к сожалению, являемся вододефицитной страной. Нам этой проблематикой нужно заниматься очень серьезно. Эти задачи сейчас поставлены перед специальным ведомством, Министерством экологии, природных ресурсов и геологии, а также в целом перед правительством. Члены президентского молодежного кадрового резерва трудятся в разных сферах. Это те люди, которые не просто выполняют свою работу, но и заботятся о том, чтобы повсеместно внедрять современные подходы. Мы должны сделать акцент на превентивных мерах. Важно не устранять последствия, а предупреждать возникновение кризисных ситуаций. Это позволит нам существенно сократить количество неблагополучных семей. Работа, которой вы занимаетесь, имеет исключительное значение и важность для нашего государства. Мы, конечно же, будем поддерживать все усилия и вашей, и тех, кто является вашими коллегами в этой области, в этом направлении. Президент поставил перед резервистами ряд задач. За годы независимости под руководством Ельбасы в стране сформировалась эффективная система госуправления, отметил Касымжумар Тукаев. Теперь важно ее не только сохранить, но и усовершенствовать. Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми. Я не устаю повторять. Государственные служащие – это часть народа, работают для народа и среди народа. Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы притворить в жизнь. Именно народ должен давать конечную оценку работе госслужащих, считает глава государства. Для этого необходимо оперативно реагировать на вопросы граждан, а решения принимать без бюрократии. Ключевая роль здесь принадлежит цифровизации. В ближайшие годы большинство бюрократических процедур в системе госуправления будут автоматизированы. То есть в значительной степени теперь это будет зависеть и от вашей работы. Государственный сектор начнет использовать инструменты блокчейна, бигдейта, искусственного интеллекта. Но не все так гладко. Есть и проблемы. Одна из главных – командные перемещения. Это когда при уходе министра или Акима меняются и другие кадры. За последние годы в структуре госаппарата произошло больше 500 изменений. До сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по служебной лестнице, по знакомству. Это недопустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу. В том числе через общественное мнение. По-другому уже нельзя. Потому что главный результат. Казахстан должен активно, успешно развиваться, двигаться вперед. Напомню, попасть в президентский молодежный кадровый резерв надеялись свыше 13 тысяч казахстанцев. На одно место было 24 кандидата. Главные требования, которые были конкурсантом, это возраст не старше 35 лет и не меньше 5 лет стажа работы. В результате отобрали 300 человек. Все они обладают умением оперативно принимать решения. Сама атмосфера в зале была такая наполняющая энергией. Действительно, глава государства нам дал такой очень бодрый заряд энергии. Я думаю, у нас все получится, так как это была такая сильная, уникальная возможность для всей молодежи Казахстана. И в принципе, я думаю, если каждый человек для себя какую-то цель ставит, ее можно всегда достичь. До конца года будут трудоустроены 100 представителей молодежного кадрового резерва. 55 на сегодняшний день уже нашли работу. Мы будем исходить из профайла каждого кандидата. Допустим, если он был всего лишь экспертом в свое время, когда он подавал, мы его повысим на один уровень. То есть с учетом принципа мертократии мы будем работать. А если он уже какую-то большую позицию занимает, то можно его, допустим, представителем комитета назначить. Мы хотели принять к нам на работу несколько человек из кадрового резерва, однако они будут устроены в других министерствах. Тем не менее, семерых нам удалось пригласить в наше. Будем продолжать и дальше набирать лучшие кадры, так как их профессионализм очень высок. В резерве молодежь будет в течение пяти лет. При этом в ближайшие годы в состав резервистов могут попасть и другие мотивированные и достойные казахстанцы. От каждого из них президент ждет инициатив и качественной работы. Ирина Панфилова, Иржан Канапияулы при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Субтитры создавал DimaTorzok